МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жен достойного отца. С кем и за что судится отпрыск беглого экс-депутата Царева? У нас маленький дитя, дочка на возрасте, и мы никуда не приедем. На Дейфилевой башне, площадью Согласия и на посольством США, чьи беспилотники курсируют над Парижем. Военная техника из Арабских Эмиратов. О чем-то говорился президент Порошенко. Погибших в результате воскресного взрыва в Харькове уже четверо. Сегодня в 5 утра в больнице умер 18-летний парень. О тех, чьи жизни унесло кровавое воскресенье, Лидия Калинина. Коле было 18. Он учился на первом курсе Харьковского университета городского хозяйства. 22 февраля. Воскресный марш. Взрыв. Его ранило в живот. Двое суток между жизнью и смертью. На рассвете он умер. К сожалению, те ранения, которые он получил, они несовместимы с жизнью. И восстановить что-либо функции его организма не представилось возможным. В вузе, где он учился, днем еще не успели повесить фотографию Коли с черной лентой. Еще вчера студенты и преподаватели собирали деньги на его лечение. Сегодня с утра замдекана сразу поехал в больницу для того, чтобы определиться с родителями, в чем нужна помощь. Тут о Коле говорят веселый, остроумный парень, который покорил всех выступлением в КВН. И до сих пор не могут поверить, что его уже нет. Однозначно он был под летом. И только его сердце звало на то, чтобы спасать Украину и бороться за ту независимость. И наконец-то, чтобы Украина стала единой страной. Вестибюль 11-й школы. Здесь второй день портрет с траурной лентой. 15-летнему Дане осколки попали в голову. Он умер в понедельник, не приходя в сознание. Десятиклассник мечтал после школы уехать учиться в Германию. На шествие пошел с другом. В школе уверяют, идти на марш детей не призывали. Мы очень много внимания определяем по патриотическому выхованию. Потому что и листы пишем, и благодейные акции проводим. А вот подполковник милиции Вадим Рыбальченко, с которым сегодня прощались в Харькове, на воскресное шествие попал по долгу службы. Приехал по разнарядке из области охранять митингующих. Он, сотрудник уголовного розыска, не должен был стоять в кордоне. Но людей не хватало. Вадим вызвался сам. Он шел в цепи вместе со всеми сотрудниками. Одним из самых первых. То есть это почти начало колонны было. Он никогда не щадил себя, что касается интересов службы. Надо было, в выходные работал, надо было, после суток работал. Похоронят 37-летнего подполковника завтра в Лозовой. Там, на окраине Харьковской области, у него осталась мама. Завтра же Харьков простится и с Игорем Толмачевым. Активисты Евромайдана будут отпевать у памятника Шевченко. Что же касается следствия, никаких новых данных о теракте правоохранителя пока не разглашают. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. И теперь о событиях в зоне АТО. С нами на связи Станислав Кухарчук. Он сегодня следил за операцией по вывозу тел наших военных с оккупированной территории. Стас, здравствуй. Как все прошло? Наташ, да, действительно, буквально несколько часов назад, недалеко от Горловки, боевики передали нашей стороне тела десятерых украинских военнослужащих. Ребята погибли во время прорыва из Дебальцевского котла. Дело в том, что передача должна была состояться еще вчера, но боевики праздновали 23 февраля, поэтому напрочь отказались передавать погибших. Но вот хотя сегодня с утра все-таки подтвердили свои намерения. По условиям террористов с украинской стороны туда должен был ехать один переговорщик. Это ветеран-афганец Исаакура Магомедов. Дело в том, что среди погибших оказался его боевой товарищ. Мы с ним служили еще в 79-м году в Браганевской станции, в Грузии. Это Игорь Заверюхин. Говорят много. Ну, я сейчас скажу, вот вам результаты. Я доставил позавчера 20 человек, и еще 10, вот они, они. Операция по вывозу тела длилась почти 10 часов, их передавали на нейтральной полосе. И важно сказать, что за последние несколько дней боевики передали тела 24 украинских военнослужащих. Все они погибли во время прорыва из дебальцевского окружения. И вот сколько погибших еще остается на территории подконтрольной террористами, пока достоверно неизвестно. Но со слов переговорщиков, переговорщиков речь может идти о сотнях бойцов. И вот пока мы ожидали возвращения ИСы, на блокпосту в поселке Майорск видели вереницы местных жителей, которые приходили к военным для того, чтобы попросить продукты питания. Дело в том, что в прифронтовой зоне люди еще с лета живут без пенсии, социальных пособий, и стабильной работы у них тоже нет. В целом же ситуация в Майорске остается более-менее стабильной. Дело в том, что, по крайней мере, последние несколько дней террористы не обстреливают этот населенный пункт. Наташа. Спасибо, Станислав. Станислав Кухарчук был с нами на связи. О том, что происходит в районе Мариуполь, расскажет Александр Пантелеймонов. Саша, ты в эфире. Какая сейчас ситуация? Да, Наташа. Террористы продолжают обстреливать Широкино и близлежащие поселки. Огонь с разной интенсивностью здесь продолжается на протяжении всего дня. И вот в поселке Лебединское, где мы сегодня побывали, тоже постоянно слышны отдаленные звуки взрывов. Сейчас там работают минометы, работают системы ГРАД. Иногда выходят на позиции танки. Сейчас мы слышали миномет. В Лебединском уже давно не работает школа, магазин работает только один час в день, когда привозят хлеб. Во всему поселку стоят разрушенные здания и здесь вот постоянные обстрелы. Вчера поселок, например, боевики обстреляли из самоходных гаубиц. Страшно дома, находиться на улице. Мы вообще боимся выходить. Все время стреляют, все время. Постоянно вот ведется обстрел и думаешь, где этот снаряд уходит. Вот бойцы, которые здесь держат оборону, говорят, что террористы постоянно накапливают силы и готовятся к новым атакам. И также постоянно вот пытаются разведать наши позиции при помощи беспилотников или диверсантов. Демонстрация силы постоянно идет. Потому что у них есть из чего, есть чем. Ну, как говорится, мы ко всему готовы. А в свободное время наши бойцы собирают такую своеобразную коллекцию из всего того, что к ним прилетает со стороны террористов. Это и осколки снарядов, и ракет. Вот эти вот, например, осколки от ракеты Града. Такой осколок, вот что может пробить? Такой осколок? Такой осколок пробивает хорошее перекрытие из кирпича даже. Ну и в самом Мариуполе накануне произошла перестрелка с диверсантами. Они открыли огонь, когда милиционеры начали проверять документы и машину. Ну вот, один милиционер при этом погиб, и трое раненым диверсантам при этом удалось уйти. Их сейчас разыскивают. И на их квартире уже нашли оружие и взрывчатку. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов об обстрелах мариупольского направления сегодня. И мы пытаемся восстановить связь с Ярославом Кречко. Он сегодня работал в районе Дебальцево. Чуть позже будет прямое включение с ним. Ну а пока о громком судебном процессе в Днепропетровске. Сын сбежавшего экс-нардепа Царева судится с беженцами. В чем суть претензий? Наталья Гриченко подробнее. Несмотря на то, что на улице зима, перед стенами этого районного суда по-настоящему горячо. Вот-вот, здесь начнется очень необычный судебный процесс. Сын того самого, одиозного Олега Царева, пытается выселить на улицу беженцев из Донбасса. Вот он, этот фешенебельный особняк на побережье Днепра. Маленький замок Царевых. Несколько семей из Донецка поселились здесь полгода назад. Это был не самозахват. Жить там, пока Олег Царев в бегах, разрешила его супруга. Приезжали юристы, приезжали представители Царева, было принято совместное решение. Три этажа плюс пристройка и личный ландшафтный парк. Простые переселенцы долго не могли привыкнуть к такой роскоши. Вот красиво, посмотрите, какая монументальная стена, плющ, замечательно. Спускаемся к набережной. Здесь все очень красиво. Ухаживали за домом, платили за коммуналку, все по договору. И тут вдруг судебный иск. Сын Царева, Максим, который якобы вступил в права наследования на дом, требует выселить переселенцев. Одна из них, Даша, который день в слезах. Муж ушел добровольцем в зону АТО, она с детьми вот-вот окажется на улице. Нам реально некуда переезжать. У нас маленькие дети дошкольного возраста, трое детей. Пять, полтора и трех года, и никуда мы переедем. Царев-младший на первое заседание суда не явился. Сегодня второе заседание. Его ждет толпа активистов. Мы очень хотели встретить его представителей, или его лично, конечно, с удовольствием, или сына. Ну, кого-нибудь ждем. Но пока его нет. На заседание ни сам Царев, ни его адвокат так и не явились. Да и телефонный номер Царева-младшего, который фигурирует в судебных бумагах, похоже, фейковый. Не вижу, набранный номер. Будь ласка. Проверь, ты правильный с набором. Судьями младший Царев общается исключительно в письменной форме. В одном ходатайстве разрешает рассматривать дело без него, а вот в другом требует немедленно сменить судью. Мол, нынешнему не доверяется. Из мережья интернета неизвестно, что судья Шабана занимает патриотическую позицию. Поэтому есть сумнивы в неукореженности судья. И тут козырь из рукава достает адвокат переселенцев. Говорит, есть данные, что дарственная на дом, представленная истцом в суд, подделка. Для того, чтобы эта сделка была законной, должны были присутствовать все члены семьи. У нас есть основания полагать, что никто не являлся для заверения этой сделки. Похоже, эти опасения разделяет и прокуратура. Накануне там открыли соответствующее уголовное производство. Пока средствие не закончено, рассмотрение иска Царева-младшего суд приостанавливает на неопределенный срок. Это решение активисты расценивают как победу. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровск. Что происходит в оккупированных террористами Донецке и Луганске? Как там живут люди? Вот что нам рассказали сегодня. Давайте послушаем. Нет у нас на районе воды. У нас уже цвета нету третью неделю. Цены у нас баснословные, потому что магазины очень многие позакрывались. Два магазинчика, которые остались на целый район, они, соответственно, что цены взвинтили. Да. Исполнительные органы горсовета взяли на себя функции по организации так называемых социальных похорон. Это пенсионеры, это обездоленные. Один из моментов организации похорона – это заказ гробов. И вот сейчас уже в Луганске, в Парках и так далее начинают пилить деревья. Объясняют это тем, что уже на складах нету дерева для того, чтобы делать гробы. В реальных статистиках, которые на Ранинске не ведет смирности, очень высок, если уже до такого дошло. Обстрел города все равно идет, но ближе туда, к району аэропорта. Очень сильно страдает именно Авдеевка. Здесь просто лупиво войдет. Сибиро остановки. Замечения по-прежнему остаются в напряжении, а у некоторых вчера, 23 февраля, просто наступила настоящая паника, потому что нельзя было понять, это жалпы празднования или это жалпы очередного боя. 23 февраля тех, кто в ополчении выдали зарплату, люди сразу же пошли и это дело начали обмывать девушки, чтобы не попасть под горячую руку ополченцев. Решили вечером, в такой праздник, на улицу не выходить. У нас уже есть связь с Ярославом Кречко. Слава, здравствуй. Что в районе Дебальцево происходит? Добрый вечер, Наталья. Минометы у них более мобильные, они тут даже вблизи запускают. А так в основном рады. Смерч ночью где-то рядом упал. Перемидия так, відчуваются, но не сильно, меньше всех разрывов, мы меньше выстрелов, но не знаем, что будет дальше. Город Светлодарск еще недавно был в тылу украинской армии. Сегодня это крайний населенный пункт перед территорией, которую боевики захватили в районе Дебальцево. Сейчас там не работают школы, детские садики, банки, много магазинов закрыто. В мэрии говорят, что свои дома покинула половина жителей. Обстановка напряженная. Вот сейчас сказали, что готовьтесь, к чему готовиться, вот сейчас в подвалы пойдем. Вот и вся обстановка. Обстрелы идут у нас постоянно. У нас практически нет ни одного дома, чтобы он не пострадал. Одна из главных проблем, это то, что бюджетники там уже второй месяц не получают зарплату за пенсии. Например, надо лично ехать в Артемовск, хотя многим старикам это не под силу. Ходит рейсовый автобус с города в 7 часов утра. Можете сесть, ну там, со знакомыми или с соседями, чтобы вас провезли. Ладно, мы организуем для таких, как вы, парушка. Организуем отдельный рейс, соберем вас и отвезем. В Светлодарск понемногу завозят гуманитарную помощь, помогают волонтеры и нашим военным. Все самое необходимое везут прямо на передовую, туда, куда во время боев за Дебальцево было практически невозможно добраться. Привезли посылки нам, кто нам передавал из родных, и привезли одежду, привезли носки, теплые вещи. У нас две девушки, Лариса и Оксана. Они всегда прорываются, даже когда мы там по Деловайскому были. Обоз не мог нам прорваться ни с двой припасами, ни с топливом. А они как-то микроавтобусом умудрились туда привезли нам продукты. Вот такая обстановка сейчас на Дебальцевском направлении. Наталья. Спасибо, Слава Ярослав. Кречка о ситуации в Донецкой области сегодня. О чем говорили, о чем договорились министры иностранных дел Нормандской четверки в Париже? В каком настроении после переговоров они покинули здание французского МИДа? Подробнее София Гордиенко. Она в Париже. Хозяин старинного здания на набережной Арсей Лоран Фабиус, глава французского МИДа, гостей встречает по очереди. Первым прибыл пунктуальный немецкий министр Штайнмайер. Мы будем разговаривать в кабинете. Сергей Лавров приезжает вторым. Короткое пожатие рук перед камерами и перекур на террасе. Заседание начинается буквально сразу же после приезда Павла Климкина. Прессе дают минуту снять начало. После разговор за закрытыми дверями. Только время от времени в зал несут подносы с едой. Еще перед началом встречи стало известно. Переговоры не продлятся долго. Все из-за министра иностранных дел России, господин Лавров, здесь с проездом из Нью-Йорка в Москву. Времени у него нет. Лавров выходит из кабинета через два с половиной часа. В хорошем расположении духа. Это была очень нужная встреча. Подробности расскажет Лоран Фабиус. Я же должен спешить в Москву на встречу с президентом Красного Креста Питером Мауэром. Спасибо. А вот Павел Клинкин немного растерян. Оказалось, не по всем вопросам министры пришли к согласию. Мы смогли договориться по некоторым техническим вопросам, включая как поддержать мониторинговую миссию. Но, к сожалению, не было политического согласия, как осудить произошедшее в Дебальцево. Впрочем, в отличие от Дебальцево, по остальным вопросам министры были единодушны. Огонь надо немедленно прекратить, наступление на Мариуполь остановить, а минские договоренности должны воплощаться в жизнь. За этим будет следить спецкомиссия и заместители глав МИДов. Мы все четверо призываем стороны к полному прекращению огня, отвода тяжелого вооружения и предоставлению миссии ОБСЕ доступы во все регионы. Будем требовать расширения мандата ОБСЕ по мониторингу, отвода тяжелой техники и воплощении минских договоренностей. Ну и при первой необходимости, заверил Фобиус, они с коллегами снова соберутся, наверное, чтобы не повторить ошибок первой минской встречи, когда понадеялись на подписанный документ и на его соблюдение сепаратистами и России, без жесткого контроля и проверок. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер, Париж, Франция. Ну а до встречи главных дипломатов Нормандской четверки, этой ночью в небе над Парижем были замечены пять беспилотников. Один зафиксировали над зданием посольства США, еще один над Эйфелевой башней. Остальные три пролетели над площадью Согласия. Пока парижской полиции не удалось обнаружить операторов дронов. Правоохранительные органы не исключают, что это могла быть спланированная акция. Вооружение в Украину из-за Объединенных Арабских Эмиратов о его поставках говорили и договорились. Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом в Эмиратах встречался с премьером и наследным принцем Эмирата Абудаби Мохаммедом Бензаидом Аль-Нахаяном. После Порошенко посетил одну из наиболее значимых мировых выставок вооружения и технологий безопасности Айдекс-2015. В общем, результат визита договоры на десятки миллионов долларов в сфере энергетики и сельского хозяйства. Наиболее важные контракты о поставке военной техники из Эмиратов в Украину, о каких видах вооружения идет речь, не разглашают. Першая продукция, которая была, это и Кугуари, это и Спартаны, это и другие броневанные автомобили, надошли из Украины Арабских Эмиратов. Они склали, очень мощно подсилили наши десантные штурмовые подраздели. Мы сегодня значительно расширили номенклатуру нашей совпадки. Мы уклали и вызначили термины подключения для Украинских Гройных Сил наиболее необходимых оборонных засобов. Я уверен в том, что сегодняшний визит был надзвичайно успешным. Литва возвращает всеобщую воинскую обязанность. Президент страны Даля Грибаускайте заявил, что решение связано с изменением геополитической ситуации. А проще говоря, агрессивной политикой России. Планируется, что ежегодно будут призывать по 3-3,5 тысячи мужчин в возрасте от 19 до 26 лет. Первый призыв может быть уже в сентябре. В деле Литвиненко все больше новых подробностей, публичных подробностей. Причем непонятно, почему раньше нельзя было докопаться до истины. И чем новые открытия грозят России. Об этом расскажет Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Все тайное становится явным. Это о Королевском суде Лондона. Здесь уже пятую неделю продолжается публичное расследование дела об отравлении полонием экс-агента ФСБ Александра Литвиненко. С каждым днем слушания из сундука секретов Кремля извлекается все больше информации. Найдем еще один возможный мотив убийства Литвиненко. Это собранное им досье на нынешнего директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова. В 2006 он был помощником Путина и намеревался заключить крупные правительственные контракты с западной компанией. Литвиненко в это время уже работал в Лондоне на фирму, оценивающую риски для компаний, планировавших бизнес в России. И вот стало известно, что из-за досье собранного Литвиненко заключение этой сделки сорвалось. Экс-ФСБшник представил Иванова контрабандистом, связанным с бандитами из Тамбовской группировки и готовым на убийство в случае опасности. Конечно же, компания отказалась иметь дело с таким чиновником. Все, что сейчас становится публичным на этом суде, Скотланд-Ярду было известно и как минимум несколько лет. Показательно, что именно сейчас эти факты обнародуют. Российскому государству совершенно наполевать, что о нем думают в мире. Есть внутренняя пропаганда, которая преподносит те или иные факты, как им вздумывается. Я уверен, что раскрытие дела Литвиненко даст возможность западным политикам, западной общественности совершенно в другом ключе разговаривать с российским режимом. В последнее время звучит все больше критики в адрес Великобритании. Мол, премьер Кэмерон самоустранился от урегулирования ситуации на востоке Украины, отдавшись в предвыборной гонке. Отчитывает и британский МИД за неадекватную оценку угрозы России. Но публичное расследование дела Литвиненко доказывает, что запад устал закрывать глаза на российский беспредел. Как это было с вторжением в Грузию, военной помощи Москвы, режиму Асада и оккупации Крыма. Напомню, что все последние годы Лондон не хотел идти на конфронтацию с Москвой, к чему неизбежно приведет дело Литвиненко. Точкой невозврата для Великобритании стала трагедия с малайзийским Боингом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Беркутовцы, те, которые расстреливали людей на Майдане, силовики говорят, знают, кто это. Личности уже установлены, многие в бегах, а тех, кто нет, сегодня в судах. Кого никак не могут начать судить, а кому уже избрана мера пресечения, подробнее Ирина Романова. Киевский апелляционный суд 4 месяца назад здесь пересматривали меру пресечения Дмитрию Садовнику. Командиру роты спецназначения Беркут его подозревают в причастности к расстрелам Небесной Сотни. Садовник, которого до этого Печерский райсуд выпустил из СИЗО под домашний арест, на заседаниях появился только раз. А спустя неделю майор сбежал. А вот его подчиненным Сергею Зинченко и Павлу Аброськину уйти от правосудия не удалось. В конце прошлого года расследование закончилось. Дело передали в Печерский райсуд. А дальше судьи один за другим начали брать самоотвод. Мол, уже участвовали в досудебном следствии по закону, рассматривать дело не могут. Неможливо створить новую коллегию для розгляда криминального проведения, которая сейчас в посредине пребывается в суде, а именно в 709-м. И прошу ему вызначитесь подсудить за другим районным судом города Киева. Определиться, где именно будет решаться судьба Зинченко, Аброськина поручили апелляционному. И вот сегодня сюда снова пришли родственники убитых майдановцев, их адвокаты и защитники Аброськина и Зинченко. Самих обвиняемых из СИЗО не привезли. Если будет выбраться другой суд, чтобы рассматривались вопросы к залу судового заседания, потому что заседание резонансное и только потерпелых 70 человек. Судьи выбрали Святошинский. Когда он начнет рассматривать дело, пока непонятно. А вчера вечером стало известно, ГПУ МВД установили личности всех 20 беркутовцев, подозреваемых в расстрелах небесной сотни. Из них 18 скрываются от следствия. Это черная рота, так называемая черная рота Беркута, выполняла преступные приказы, которые исходили здесь, отсюда, из МВД, от руководства Захарченко. Протягом березня, липня, большая часть также залишила территорию Украины. Также, за оперативными данными, в Российской Федерации, а в Крыму. Остальные двое задержаны. Сергей Тамтура, Александр Маринченко. Последнему все тот же Печерский райсуд сегодня в закрытом режиме избрал меру пресечения. Двухмесячное содержание под стражей. Но вот предстанет ли когда-нибудь перед судом сбежавший командир черной роты Садовник? За четыре месяца его так и не нашли. Не наказали, кстати, и судью, которая отпустила майора под домашний арест. Ирина Романова, Ирина Исаченко, Ольга Рыцарь, Вадим Середонов. Подробности. Телеканал Интер. Сегодня генпрокуратура выдвинула подозрение в совершении преступлений на Майдане 20 российским ФСБшникам. Никаких имен, никаких деталей. Это тайна следствия. Уведомления прокуратуры передали лично в российское посольство. Документы вышел забрать второй секретарь. И вот что он ответил на вопрос, когда их отправят в Москву. Они должны направить эти документы до Российской Федерации для подальшей передачи этим человекам, которым поведомлено про подозру. В дальнейшем эти люди будут оголошены в розшук. И, скажем так, будут вживаться все заходы для установленных местознаходжений и доставки до Украины для притягивания до криминальной деятельности. Ну и продолжается судебная эпопея с Александром Ефремовым. Ему который день не могут избрать меру пресечения по второму обвинению. О том, что было сегодня в Печерском суде, расскажет Ольга Рыцарь. Она с нами на связи. Оля, здравствуй. Ты целый день провела под судом. Расскажи, как он прошел и есть ли уже какое-то решение. Здравствуй, Наталья. Да, сегодня Печерский райсуд Киева весь день рассматривал дело Ефремова. Заседание началось еще полдесятого утра. Процесс по-прежнему закрытый для прессы. Ну а вот вчера слушали эксперта со стороны защиты, а сегодня уже на заседание пришла эксперт-лингвист со стороны обвинения Татьяна Будко. Она делала экспертизу выступления Александра Ефремова в Верховной Раде, на основе которых и встроят подозрения на разжигание межнациональной розни. Она проанализировала 7 фрагментов речи Ефремова. Каких именно не сказала, ссылаясь на тайну следствия. Я всего лишь эксперт. Я всего лишь исследовала те выступления, которые он произносил. Я не говорю, не оцениваю их с правовой точки зрения. Хочу сказать, что прокурор тоже по-прежнему ничего не комментирует и рекомендует обращаться в пресс-службу Генпрокуратуры. Сам Ефремов сказал, что эксперт-лингвист Будко перекрутила его слова Верховной Раде, вырвала из контекста. И вот что нам сказал уже после заседания суда. Меня лично удовлетворило то, что на все вопросы, которые задавал адвокат касательно обвинения по статье 161, которая мне предъявляется, как мне кажется, эксперт ответила, везде нет. То есть, было ли такое-то? Нет. Было ли такое-то? Нет. Было ли такое-то? Нет. Это все записано под протокол. И тогда я вообще не вижу, что мне можно вменить. Ну, честно, что суд заседал почти 10 часов. После этого судья Оксана Царевич сказала, что решение по избранию меры пресечения она объявит завтра. Сам Ефремов отправился сегодня домой. Но что касается его соратника, бывшего нардепа Михаила Чечетова, сегодня мы с ним связывались, хотели уточнить, надели ему браслет и как продвигается его дело, но он отказался комментировать. Наталья. Спасибо, Оля. Ольга Рыцарь о заседании суда по делу Александра Ефремова. В преступлении без срока давности в Германии предъявлено обвинение бывшему санитару концлагеря Освенцим. Его подозревают в причастности к убийству 3681 человека. Когда состоится суд и можно ли спустя столько лет доказать вину? Подробнее Татьяна Лагунова. О немце, который вскоре предстанет перед судом, информации очень мало. Известно, что ему 94 года и он живет в земле Мекленбург-Переднее Померание. Зовут Хуберт Сев, фамилию прокуратура пока не называет. Но журналистам одного из немецких таблоидов удалось найти фотографию обвиняемого. Вот он в молодые годы в форме СС. По данным следствия, Хуберт Сев вступил в СС в начале Второй мировой. Сначала служил санитаром в концлагерях Заксенхаузена и Нойенгаме. Потом был переведен в госпиталь лагеря смерти Освенцим. По некоторым данным, после окончания войны онтер-офицера приговорили к 4 годам тюрьмы за членство в СС. И вот новое дело. Прокуратура Шверина обвиняет Хуберта Сев в причастности к убийству более 3,5 тысяч человек. По меньшей мере, столько узников погибли в газовых камерах Освенцима. За месяц службы обвиняемого в лагере. Личную вину санитара спустя столько лет доказать очень сложно, но немецкий суд может признать ее косвенно. Логика такая. Если работал в лагере, значит знал о массовых убийствах и способствовал им. Суд состоится уже в ближайшее время ввиду преклонного возраста обвиняемого. Ему грозит от 3 до 15 лет тюрьмы. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Курс нападения. Катится вниз гривня, катится рубль. Чем спасаются россияне, а чем украинцы? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Украинская валюта на межбанке уже традиционно поставила новый рекорд. Сегодня на отметке 33,5 гривни за доллар. Официальный курс НБУ 28 гривен 29 копеек. Таким образом, средняя зарплата в Украине теперь едва превышает 100 долларов. Для сравнения, в Афганистане, конечно, зарабатывают меньше, но жители Индонезии и Вьетнама получают в полтора-два раза больше. А вечно кризисная Греция теперь кажется недосягаемой. Средняя зарплата там почти 1000 долларов. А минимальная зарплата в нашей стране по сегодняшнему межбанку ставит Украину в один ряд с бедными африканскими странами менее 40 долларов. Голоса будут, но с условиями. Бюджет и изменения. К нему сегодня премьер обсуждал с фракцией Батькивщина. После встречи Нардепу заявили, правительство поддержать готовы, но если в смете пропишут децентрализацию и индексацию. Инфляция, которая связана с падением курса гривни, суттево снизила доходы людей. И сейчас индексация – это единственная ответ, которую мы должны сделать. А второе, мы сейчас запропонировали уряду сделать такой бюджет, чтобы села, селища и места действительно имели свои доходы, и чтобы децентрализация была не на словах, а в том числе и на справах, связанных с финансами. Вчера премьер по этому же поводу встречался с главами фракции коалиции. Предлагал уже в этот четверг голосовать за изменения в бюджет, но Нардепы решили не торопиться и внимательно изучить предложенные правительством изменения до следующего вторника. Оппозиционный блок тем временем просит собраться немедленно на внеочередное заседание парламента. Из-за гривни ее курс меньше, чем за месяц. Упал на 75% с 20 до 34 гривен за доллар. На ковер фракция зовет руководство Национального банка, а также руководство энергетического блока правительства. Хотят услышать их планы по приватизации нефтетранспортной системы Украины. А Нардеп Вадим Рабинович заявил, что с момента прихода правительства Иценюка, а это почти год, гривня обесценилась минимум в 4 раза. Обещанных реформ нет, тарифы повышаются, выплаты урезают. Я приведу слова нашего премьер-министра, который сказал, что если гривна будет по 12, это максимальное, что выдержит экономика Украины. То есть он имел в виду, что 13 это крах. Потом наступило 20, 25, сегодня 30, 33. Знаете, мне кажется, что правительство не просто не регулирует ситуацию, оно просто не понимает уже, что происходит на экономическом рынке. Год правительства я могу оценить как минус-минус. Ну а тем временем государственное предприятие Объединенная горно-химическая компания выводит деньги в офшоры. Об этом сообщает сайт Наших Рощи со ссылкой на вестник госзакупок. Входящий в состав предприятия Вольногорский комбинат заключил контракты на транспортные услуги с несколькими компаниями, зарегистрированными на Кипре, Виргинских островах и Доминиканской республике. Сумма сделок 270 миллионов гривен. Напомню, в прошлом году правительство решило не продлевать договор аренды комбината с Групп Диев, передав его в госкомпанию. Российский рубль тоже продолжает трясти, но в кремлевских кабинетах на это, кажется, принципиально внимания не обращают. Какие перспективы российской экономики и чем там запевают мысли о грядущих переменах? Данил Русаков из Москвы подробнее. Доллар и евро опять начали расти, оставляя российский рубль где-то в рьергарде валют. Тема стабилизации деревянного больше не предмет для беспокойства местных СМИ. Ее просто забыли. Как будто бы и не происходит ничего. Хотя еще каких-то два месяца назад происходящее государственные мужи смело называли валютной паникой. И Центробанк под карандаш у главного чиновника страны получал инструкции, что делать дальше. Вот показатели сегодняшнего курса доллара 61,70 евро. И хороших новостей нет. Действия кремлевского руководства вполне предсказуемы. Там наверняка потратят еще несколько годовых бюджетов Иркутской области, чтобы исправить ситуацию. Но надолго ли хватит? По разным данным резервные запасы серьезно сократились. Нефть продолжает дешеветь. Капиталы постепенно бегут из страны. В интернете появилась информация, будто бы через чешские банки российские олигархи выводят свои кровные куда подальше. Обыкновенные люди тем временем гадают, в какой валюте им стоит хранить сбережения. Прогнозы на март обещают вообще аховые какие-то. То есть, ну, 150, говорят, возрастет. 150 рублей это пугает. Пугает то, что возрастут цены. Ой, я боюсь жить в этой стране. Все, до свидания. И как водится, кризис это не только глобальные потери. Челябинский завод Могорыч напротив считает прибыль. Выручка за 2014 год оказалась аж 300%. Как дипломатично замечено, в официальном сообщении деньги поступили от продажи бытовых дистилляторов. А по-простому самогонных аппаратов. Некоторые особо предприимчивые граждане открыли даже специальные курсы поварки этой продукции. По данным торговых исследований, особым спросом такие приборы начали пользоваться в августе. Как раз тогда, когда российскую экономику только начиналось серьезно штормить. Данила Русаков, Олег Дневидонский, Московское бюро, телеканал «Интер». Ну, а Украина лидирует среди поставщиков дешевые рабочие силы за границу. Только из Закарпатия на заработки уезжают около 80% трудоспособного населения. Почему? Подробнее Марина Коваль. Памятник зарабитчанам установили в центре закарпатского села Калачава. Женщина с детьми провожают мужа и отца в долгий путь. Данный памятник вытворюет типовое життя наших верховинцев. Потому что почти 90% трудоспособного населения спокойно выезжало от нашего рабочего. Так было сто лет тому назад, так и сейчас. Вот типичная закарпатская семья в селе Калачава. Бабушка, дедушка и внук. Сын и дочка с зятем за границей на заработках. Последние 18 лет в Чехии. Старики когда-то сами ездили за границу за длинным рублем. А теперь вот дети. В селе работы нет. Единственное предприятие, лесоперерабатывающий цех, может принять на работу 5 человек. Держава не даёт. Мы в месте работы, то куда деваться. Можем куда-то ходить. Мне было 5 лет, когда они поехали. Когда мама поехала, то раньше, что был там. Роман не единственный ребёнок в селе, у кого родители за границей. Вот дети на школьном дворе подняли руки, у кого родные на заработках. Тато поехал в Испанию на заработки. В Чехии они працуют. Давно? Да. Мама працует уже 5 лет, а дата уже 8. Дети говорят, родители приезжают несколько раз в год. Покупают одежду, еду, телефоны и компьютеры. Весной помогают на огороде, летом на Синокосе. Когда были маленькие, тогда, чтобы они не ехали на работу. Вы решили до дома. А сейчас? А сейчас уже легче их отпускать. Мужчины работают в основном на стройке, сезонно, с весны и по осень. Женщины устраиваются сиделками или на сельскохозяйственные работы. В месяц за границей можно заработать от 500 евро и больше. Мужчины уверяют, что не уезжали бы за рубеж, если бы дома была работа. Часто за границей устраиваются нелегально, без права на оплачиваемый отпуск, больничный, без страхового и пенсионного стажа. Продолжение выезда украинцев за кордон практически подрывает экономику Украины. Но что людям делать? У них нет выхода, потому что на каждое вакантное рабочее место в Украине ныне претендует в среднем 8-10 осіб. Причина – это отсутствие целевой политики державы в инвестировании в современные рабочие места. И вторая причина – это демпинг на рабочие силы. Так званая ставка на дешевую рабочую силу сегодня призвала до того, что население стало неплатоспроможным. Председатель сельсовета Калачавы уверен, остановить отток рабочей силы могло бы развитие туризма. Здесь чистый горный воздух, Синьверское озеро неподалеку. Но даже на заработанные за границей евро и доллары местные жители сами не восстановят инфраструктуру. Только на ремонт дорог надо потратить миллионы. Лишь государственные программы и крупные инвестиции могут изменить вековые традиции – ездить на заработки за границу. Марина Коваль, Юрий Ковалев, Ольга Теребинская. Подробности – телеканал Интер. Закарпатская область. Доэсэмэсились. Разбор полетов из-за переписки в разгаре. Какое продолжение получили откровения одесского губернатора и одного из нардепов? И почему руководство фискальной службы оказалось на грани увольнения? Подробнее Елена Зорина. Когда они общались, едва ли ожидали, что наделают столько шума. А может быть именно на это и рассчитывали? История умалчивает. Нардеп хамуты не прятал телефон под столом. Но его отвлекли. И вот все увидели, что, собственно, скрывал. Это та самая переписка с одесским губернатором Палицей. Якобы депутат консультировал, как решать вопросы на таможне. Но позже хамутыник скажет – не консультировал. А наоборот, хотел, чтобы общественная знала, кто берет и за что. Переписка, очевидно, впечатлила премьера. Он нагрянул к фискальщикам в гости. И вот сегодня судьба руководства службы повисла на волоске. Руководители два его зама остранены. Впереди служебное расследование, которое продлится две недели. И сегодня же свидетельства о коррупции в фискальной службе появились в Генпрокуратуре. Прямо-таки трактап. Почти 100 страниц. Направил документы тот самый Нардеп хамутынник. Несмотря на то, что сам уже из-за упомянутой переписки стал фигурантом уголовного производства. Дело о взяточничестве ведет прокуратура Киева. Говорит, мол, хочет помочь следствию. Описана схема по сбору нелегальных резк от экспорта орехов, которые выращиваются в Украине. А речь идет о руководстве таможенных органов, а именно Макаренко и его подчиненные. В фискальной службе такому повороту не удивляются. Говорят, их постоянно проверяют на работу офисов. Это никак не повлияет. Кто будет руководить ведомством, на время расследования пока не ясно. А вот что говорит, хоть и отстраненный, но пока еще глава службы. Мы работаем с людьми. Мы работаем с людьми, которые имеют достаточно высокие заработные платы. Мы работаем с людьми, которые работают с бизнесом. У них и по нас похож. Единственное, что не хочет, чтобы мы сделали выгляд, что мы сейчас делаем. Потому что мы очень много делаем выгляд. Або шукаем коррупцию в одном месте и не чипаем ее в другом. В столичной прокуратуре пока дополнительных бумаг не получали. Расследуют то, что есть переписку. Стало на сегодняшний день. Ждней особи не было поведено про подозру. Швидкость здействия досудового расследования, указанного в Криналном проведении, сам передзалежит от того, какие будут показы данные самим тем же хомутинником. Або палец. Это значит, что они имеют видимость с переводом того, за какие автомобили надходили на правомирные деньги. Может, они знают, какие бизнесмены давали хабарь. Месяц, два или больше. Сколько продлится расследование в прокуратуре, пока прогнозировать не берутся. Но уволить руководство фискальной службы могут уже в ближайшее время. По окончанию служебного расследования. Об этом сегодня премьер уже намекнул. Елена Зурина, Ольга Клюева, Сергей Келемник и Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Многие украинские заводы могут закрыться в течение ближайших лет из-за потери своего главного рынка сбыта России. Но промышленники все же надеются удержаться на плаву. Как знает Елена Брынза. Два месяца они работают по три дня в неделю. А с весны их завод и вовсе обещают законсервировать. Все из-за потери главного рынка сбыта, российского. Сегодня люди вышли на митинг. Что дальше делать, не знают. В Александрии ничего не работает. Все заводы стоят. Осталось единственное предприятие, которое работало в самые плохие, тяжкие часы. А мы можем все до такой коробочки, кнопочки, до шаф, щитов и прочего. В предприятии ТАУ производят платы электрощитового оборудования. Без работы могут остаться больше тысячи специалистов. У нас небольшой город, работы нет. И дальше жизни, я не знаю, продолжать как ее, за какие деньги. Если кто-то еще продает детей учить, то это невозможно. Но потери главного рынка сбыта, по словам сотрудников, это лишь одна сторона медали. У завода российские инвесторы. Люди считают, еще недавно процветающее предприятие, они банкротят специально. Подтверждение у директора мы не нашли. Он отказался с нами общаться. Чтобы добиться правды, рабочие обратились в СБУ и к президенту. Инвестор постоянно, на протяжении всего периода власти, выводил кошту из предприятия. Кроме того, было взяти кредиты под заставу майна. Сократили рабочие смены на подшипниковом заводе в Харькове. Зарплата упала вдвое, люди сразу выстроились с заявлениями об увольнении. Нестабильная работа, заказы уменьшаются. Из-за этого люди как бы уходили. Хорошие специалисты. Но если учитывать, что было 4 смены, сходящий график, вот считайте, осталось 2 смены. Такой костяк, хорошие ребята. Таких предприятий два на постсоветском пространстве. Главный потребитель – железная дорога. Когда пришлось разорвать контракты с Россией, выяснилось, производить подшипники больше не для кого. В Европе поезда ездят по другой колее, а значит, чтобы поставлять туда нашу продукцию, все самки надо полностью переоборудовать. От 3 до 5 лет именно процесс сертификации. Дальше нужно еще завоевывать рынок. То есть это нужно выйти с не менее качественным продуктом и существенные подвижки по стоимости. Иначе, понятно, потребитель уже привыкший к уже сложившимся историческим поставщикам, естественно, свой выбор сделает в пользу тех, с кем он работает уже десятки лет. Эксперты советуют руководителям предприятий расширять свой кругозор, искать другие рынки или наладить выпуск новой, более востребованной продукции. Но и на поиски, и на переоборудование нужно время. Именно это просят промышленники у правительства, чтобы политики, пока заводы будут перестраиваться, помогли им выжить с помощью реформ. Зазначили вот на государственную программу для такой мощной отрасли, как транспортное машиностроение, для того, чтобы, где работали десятки тысяч людей, экспорт составлял с Украины миллиарды долларов. На внешние инвестиции пока в стране военные действия рассчитывать не приходится. А значит, единственный выход оставить заводы на плаву, стимулировать внутренний рынок, считают эксперты. Надежды на то, что Запад нам поможет, они уже не оправдались, и мы это видим. Но теряя российский рынок, надо думать о замещении. Прежде всего, таким инвестором украинской экономики могут стать украинские потребители в этой ситуации. Но пока то, что делает правительство, оно уничтожает и внутренний рынок. Заводов, которые могут остановиться без российских заказов в Украине, десятки. Машиностроение, авиационная и радиоэлектронная промышленности. Множество предприятий годами производило лишь детали для более сложных механизмов и продавали их в Россию. По мнению экспертов, без поддержки со стороны правительства, бюджеты таких областей, как Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, могут попросту не выдержать. Елена Брынзо, Лидия Калинина, Владимир Кувакин, Александр Яновский, телеканал Интер. Стрельба на востоке Чехии. Восемь погибших, двое тяжело раненых. Неизвестный открыл огонь в ресторане города Угерский Брод. А за мгновение до этого в заведении прогремел взрыв, и здание охватил пожар. По словам министра внутренних дел Чехии, злоумышленник застрелился, а случившееся не является терактором. Гигантский штраф за поддержку террористов. Американский суд после долгого разбирательства признал власти палестинской автономии виновными в терроризме. Во что это обойдется Ромалли, расскажет Сергей Ауслендер. Прецедент невероятный, прецедент исторический. Федеральный суд Нью-Йорка признал власти палестинской автономии виновными в пособничестве террористам. Коллегия присяжных установила, что они помогали в организации терактов в период с 2001 по 2004 год, пока шла вторая интифада. Суд длился несколько лет по искам семей 33 израильтян и американцев, погибших или пострадавших от рук. Палестинцев. Это великий день для нашей страны, это великий день для всех, кто борется с террором. Жюри присяжных проделало грандиозную работу, это невероятно. Теперь вопрос, а что дальше? Разумеется, никто не собирается арестовывать Махмуда Аббата или Саиба Ариката, тем более, что в указанный период автономии руководил Ясер Арафат, которому обвинение можно предъявить разве что посмертно. Но суд обяжет власти палестинской автономии выплатить семьям погибших и пострадавших колоссальную компенсацию, более 600 миллионов долларов, а вот это уже серьезно известно, что автономия банкрот и живет за счет денег Европы и Америки. А доноры вряд ли захотят оплачивать исполнительные листы американского суда. Это очень важный знак палестинским властям. Они обязаны прекратить поддерживать террор, разорвать свои соглашения с террористической группировкой Хамас и прекратить разжигать антиизраильские настроения среди своего народа. Власти автономии заявили, что будут обжаловать это решение и что у них есть доказательства невиновности, но в суде Нью-Йорка как раз и рассматривали именно эти доказательства. Например, одним из них было утверждение адвокатов палестинцев, что те, кто совершал теракты, были частными лицами и не имели к властям никакого отношения. Кстати, хорошо известно, что в палестинской автономии семьям террористов, которые находятся в израильских тюрьмах или были убиты во время терактов, выплачивают пособие. Зачастую это пособие существенно выше, чем зарплата среднестатистического бюджетника, учителя или врача. Попутно израильская электрическая компания начала отключение объектов палестинской автономии от энергоснабжения за долги. Долг этот достиг уже астрономической по местным меркам суммы и составляет около 600 миллионов долларов. Пока отключения носят демонстрационный или предупредительный характер. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Следите за развитием событий на нашем сайте, подробности UA. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Пока.